Девушки отдыхают Мы получим ответы на множество вопросов Сколько нас? Кто мы? Где и как мы живем? Куда мы идем? Что нас ждет? Примите участие в переписах Это важно Добрый вечер! В эфире информационная программа Сегодня в студии Яна Плиева Коротко о главных событиях дня В этом выпуске 316 заявлений от граждан республики За прошедшие месяцы 2015 года Наблюдательным советом оказана финансовая помощь На сумму более 2 миллионов рублей Заявления к нам поступают разные И как вы сказали Крышу перекрыть И материальную помощь Просто оказать Нуждающимися И оказать На лечение детей Собственно лечение и прочее Наверстывается график строительства Госдрамтеатра Строительство национального храма культуры Завершится в 2016 году Здание театра по проекту Будет четырехэтажным С правой стороны от нас Строители поднимают Четвертый этаж А на третьем этаже Выполняются разные строительные работы Конкурс завершен Авторы лучших фотографий И видеоматериалов Получили призы Этим конкурсом Мы хотели показать Южную Осетию С позитивной стороны Показать всем Красивую Богатейшую природу И показать Что Южная Осетия Ждет светлое будущее Очередное заседание Наблюдательного совета Сегодня прошло с участием Главы государства Леонида Тибилова До сегодняшнего дня На специальный счет Поступают денежные средства Для оказания помощи Пострадавшим в ходе войны 2008 года Рациональное использование Один из главных Приоритетных задач Наблюдательного совета Тему продолжит Роза Тедеева Президент Леонид Тибилов Провел совещание С членами наблюдательного совета При президенте Республики Южная Осетия По целевому и рациональному Использованию средств Специального счета В Сбербанке Южной Осетии В ходе совещания Председатель наблюдательного совета Родион Сьюкаев Доложил главе государства О работе Проделанной в период С января по октябрь 2015 года Мне хотелось бы Увидеть Как ведется Работа В рамках наблюдательного совета Чем мы занимаемся Я знаю, что Все на общественных Началах Хотя сегодня Это особо Не приветствуется Поэтому Еще раз Слова благодарности За готовность В любое время Как бы Собраться И Ответить на Те Несрочные вопросы Которые Бывают Ну Необходимы Их решат Тот или иной Монек Президент Президент Отметил То, что Регулярные Отчеты Наблюдательного Совета Дают Твердые Основания Для полного Доверия К деятельности Организации Такие отчеты Направляются Раз в квартал И по итогам Года Президенту Республики А также Председателю Правительства Руководство Республики Сегодня Последовательно Проводит Линию По оказанию Социальной Поддержки Населению В особенности Тем его Категориям Которые Нуждаются В защите В первую Очередь У нас К сожалению Достаточно Много Людей С различными Заболеваниями И мы Ежемесячно Выделяем Денежные Средства На их Лечение Сказал Леонид Тибилов Председатель Наблюдательного Совета Родион Сьюкаев Поблагодарил Главу Государства За встречу И отметил Что членами Наблюдательного Совета Делается Все возможное Для того Чтобы помочь Нуждающимся В получении Высококвалифицированной Медицинской Помощи За пределами Республики К каждому Заявлению К каждому Звонку Все относятся К гражданам Республики Южной Осетии Которые Готовы Помочь Заявления К нам Поступают Разные И как вы Сказали Крышу Перекрыть И материальную Помощь Просто оказать Нуждающимся И оказать На лечение Детей Собственное Лечение И прочее И каждый раз Наблюдательный Совет Конкретно Рассматривает Данную Мы по каждому Заявлению Собираем Пакет документов То есть Если допустим Вопрос идет О лечении За пределами Республики Южная Осетия То обязательно В порядке Мы требуем Справку Письмо Министра Или замминистра Здравоохранения О том Что данные Граждане Нуждаются В лечении За пределами Республики Южная Осетия Если такая бумага Не присутствует То мы Материальную Помощь Не выделяем По словам Родиона Сюкаева Для получения Материальной помощи Больной должен Предоставить Справку Из Минздрава Южной Осетии Подтверждающую Необходимость Прохождения Лечения За пределами Республики Родион Сюкаев Также доложил Главе государства О том Что высшим Арбитражным судом Республики Южная Осетия Были вынесены Решения О возврате Денежных средств Полученных Фондами Патриот И Возрождение В 2009 Десятом годах Как беспроцентные Кредиты Особо было отмечено То, что Выдачей кредитов Должен был Заниматься банк А не наблюдательный Совет Не являющийся Кредитной Организацией Наблюдательный Совет Сегодня оказывает Населению Помощь За счет Процентов От основной Суммы Специального Счета Что составляет 1 миллион 150 тысяч Рублей Ежегодно 320 тысяч Рублей Из них Выделяются 16 гражданам Южной Осетии С хронической Почечной Недостаточностью На специальном Счете На сегодняшний День Находится 154 миллиона 229 тысяч Рублей По словам Членов Наблюдательного Совета В конце Года Копии Отчетов По расходованию Средств Передаются В средства Массовой Информации Ежемесячно В зависимости От месяца Мы получаем 1 миллион 200 Миллион 150 Рублей Миллион 150 тысяч Рублей Ежемесячно Из которых 320 340 Уходят За помощь Глобным Гемодиализом То есть помощь Хронической больным Хронической Почечной Достаточности Которые По оказан Гемодиализм Все это Мы будем делать Это мы и начали Делать по вашему Поручению И все это Будет делать До того момента Пока у нас Недо заработает Собственный Гемодиализм Центр И таким И таким Образом Где-то В районе 750 800 Тысяч У нас Остается На материальную Помощь Тем гражданам Которые Обращаются За 2015 Год В наблюдательный Совет Поступило 316 Заявлений 209 Из которых Были Удовлетворены Необходимо Отметить И то Что среди Рассмотренных Заявлений Есть Обращения Граждан В парламент Южной Осетии Которые В конечном Итоге Попадают В наблюдательный Совет При президенте Здесь Они Внимательно Рассматриваются И по возможности Удовлетворяются За счет Средств Специального Счета Роза Тедеева Регина Черткоева Тамерлан Кусраев Иформационный Выпуск Сегодня Каким Должно быть Правильно Сваренное Пиво Из каких Ингредиентов Оно Получается Вкуснее Все это Сегодня Определяли В Ленингорском Районе Конкурс По изготовлению Лучшего Напитка Нартов Собрал Представителей Всех Районов Республики О том Че сваренное Пиво Оказалось Лучше Нам по телефону Рассказала Наш корреспондент Ирина Битева Которая Выступила В качестве Дегустатора Сегодня Состоялся Второй Международный Фестиваль Конкурса Осетинского Пива В Северной Осетии Конкурс Проводится Ежегодно У нас В Южной Осетии Проводится Второй Раз Генеральным Спонсором Фестиваля И является Пивоваренная Компания Бавария Подведены Итоги Конкурса Победила Самая Молодая Участница Конкурса Догузова Уляна Царского Района Полностью Материал Смотрите В вечернем Выпуске Новостей В 20.30 К другим Темам Большая Часть Работ По строительству Госдрам Театра Уже Завершена В ближайшее Время Здание Будет Подведено Под крышу Впереди Следующий Этап На объекте Приступят К внутренним Работам Обо всех Строительных Процессах На объекте Расскажет Алена Уттаева К строительству Нового здания Государственного Драматического Театра Обозначенное В инвестиционной Программе Как приоритетное Приступили В 2013 По плану Объект Должны были Сдать в эксплуатацию В этом году Но по определенным Проблемам Пришлось перенести На 2016 Заместитель Министра Строительства Вадим Габараев Отметил Что и сейчас Есть небольшое Отставание И если проблем С финансированием Не будет Работы завершатся В срок Отставание Есть пока Потому что Тогда В первый год Мы выполнили Только 8% Подрядный организм Если Не только 8% Очень много Большого Отставания Можно сказать Что в этом году Начали Строительства Основные Строительства Начали Рекомендуют В конце Прошлых Ну Значит Они Копитет Мы Подрядные Организации На каждом Рабочем Процессе У нас Достаточно Достаточно Количество Работных И специалистов Вы сами Видите Очень много Подспециалистов Они Заняты И Работы Идут На Систем Качество Работы Прекрасное В строительстве Гостромтеатра Строители Поднимают Четвертый Этаж А на Третьем Этаже Выполняются Разные Строительные Работы Укрепляется Арматура После чего Рабочие Приступят К строительству Четвертого Этажа Здание Гостромтеатра Будет отвечать Всем современным Нормам И требованиям Предусмотрены Душевые Санузлы На каждом Этаже Столовая Гардеробная Декоративные Мастерские И многое Другое Важно Также Отметить Что новое Здание Гостромтеатра Будет намного Больше Старого Размеры Увеличили Где-то Два Размеры 40 на 70 Это Очень Большое Здание Это очень Большое Потому что Условия Для артистов Будут Великолепные Во-первых Для Обслуживающего Персонала Тоже Великолепные Условия Здесь буквально Все есть Начиная С ресторана И кончая Душевыми Техникой Которой пользуются Строители в работе Современная К примеру Раствор в помещении Доставляется Через специальный Шланг Эти новшества Позволяют Рабочим Активно Вести Работы Вот этот Подъемный кран С фольтовым Управлением То есть Внутри подъемного крана Никто не сидит Нажимаешь Просто на пульт И подъемный кран Сам доставляет Тяжелые Строительные Материалы К месту Что касается Зрительного зала То он рассчитан На 500 человек А фасадная часть Здания Театра В целом Будет сохранена Алена Проблемам наркомании Алкоголизма И религиозных Сект Необходимо Уделять Пристальное Внимание Круглый стол Посвященный Обсуждению Этих проблемных Для нашего Общества Вопросов Призвал Участников К объединению Для борьбы С негативными Явлениями Организатором Круглого стола Выступило Управление По внутренней Политике Администрации Президента На встречу Были приглашены Представители Управления По борьбе С незаконным Оборотом Наркотиков МВД Главврач Наркодиспансера И уполномоченный Президента По делам Религии Соня Хубаева В обсуждении Приняли участие И представители Молодежных Организаций Студенчества И Комитета По молодежной Политике Когда говорят Только о наркомании Я считаю Что надо всегда Упоминать И о коголизме Так немножко Поясню Почему Потому что Спиртные напитки Они более дешевые И когда нет Наркотиков То Зал потребляют Употреблением Спиртных напитков И я считаю Что Там такая же Зависимость При употреблении Спиртных напитков Как и при употреблении Наркотиков Полностью Материал Смотрите В нашем Завтрашнем эфире Определились Победители Фотоконкурса Объявленного По информационным агентствам Спутник Южная Сетия Комиссия Отобрала лучшие работы В нескольких номинациях На конкурсе Были представлены Не только Фотоработы Но и Видеоматериалы По каким критериям Выявлялись Победители Расскажет Елена Газаева Информационное агентство Спутник Южная Сетия Назвало победителей Творческого конкурса Первая четверть Приуроченного К празднованию 25-летия Со дня создания Республики И организованного При поддержке Министерства культуры Обладатели призовых мест Были определены Пользовательским голосованием На сайте В трех номинациях Фото Видео И детский рисунок Объединенных темой Моя Сетия Лучшей фотографией Стала работа Пик миротворцев От Самаза Тедеева О вершине В Дзауском ущелье Названная В честь Российских миротворцев В номинации Детский рисунок Наибольшее количество Голосов набрала работа От Самаза Чуачиева Быки на пашне Представляющая Красочную зарисовку Из сельской жизни Победителем В номинации Лучшее видео Стала работа Дзимарское ущелье Олега Икаева Награды В 10 тысяч рублей Получили участники Занявшие первые места Обладатели Вторых и третьих мест Также получили Памятные призы От спутника Южная Осетия С приветственными словами И поздравлениями К участникам конкурса И гостям церемонии Обратились Министр культуры Республики Южная Осетия Мадина Устаева И директор Мультимедийного Информационного агентства Спутник Южная Осетия Нарик Ордян Этим конкурсом Мы хотели показать Южную Осетию С позитивной стороны Показать всем Красивую Богатейшую природу И показать Что Южная Осетия Ждет светлое будущее И чтобы мы привлекли Больше людей Больше Тай бог туристов Чтобы приезжали И смотрели На эти красоты Мы сегодня Наградили всех участников Кто выиграл Призовые места И надеемся Что в дальнейшем Наше агентство Спутника Будет Также проводить Разные конкурсы И привлекать Много людей Начиная с детей Заканчивая более взрослыми По словам Нари Кардиана Проведение подобных конкурсов Способствует Выявлению Активной Творческой молодежи В республике Далее В фойе Киноконцертного зала Чермен Была организована Выставка Лучших работ Конкурса Которая продлится До 13 октября И бесплатно Для всех посетителей Елена Газаева Замат Кудзи В информационный выпуск Сегодня Далее В программе Новости спорта Традиционный турнир По шахматам С участием лучших игроков Севера и Юга Осетии Прошел в поселке Цау Около девяти команд Боролись за звание Лучших команд И завоевание Первых трех мест Какие команды Одержали победы В непростом бою Расскажет Батрат Схурьев В поселке Заво прошел Турнир по шахматам В честь автора Остинской энциклопедии Осетия-Остины Лауреата премии Облаконарта В Казбеке Челихсата Шестой год подряд В них традиционно Приняли участие Сильнейшие шахматисты Республики И пригородного района Северной Осетии На этот раз За призы турнира Боролись девять команд Турнир блестящий Братские дружести Отношения К нам Испитываем С самого приезда Команды были поделены На две подгруппы По регламенту турнира В финал выходили команды Занявшие первые места В своих подгруппах Фаворитом соревнований Считались команда Пригородного района Которая выиграла турнир В 2013 году И трехкратный победитель Турнира Команда Квайсын Но неожиданно Квайсынцы В подгруппе Проиграли команде Министерства обороны Которая обыграла Всех своих команд Соперниц И вышла в финал Команда Северная сеть Это наши основные соперники Вот мы и разыграем С ними первое Второе место Надеемся на успех Конечно Но достаточно подготовленные Кандидаты в мастера И мастера спорта Я думаю Сейчас будет видно Кто сильнее Вот финальная игра В главной игре С соперниками команды Министерства обороны Были опытные шахматисты Пригородного района Встречи прошли В напряженной обстановке Партии получились интересными По их результатам Победителями турнира Стали представители Министерства обороны В составе команды Отсамас Габараев Эрик Абисов И Герли Шавлохов Третье место Досталось команде ветеранов Победители и призеры Турнира были награждены Призами и грамотами Также Казбек Челексата Свои книги подарил Представителям команды Российских пограничников Батрас Хурьев Альдина Чихоева Информационный выпуск Сегодня А сейчас узнаем Прогноз погоды На завтра 7 октября Субтитры создавал DimaTorzok В Знаурском районе Республики Пасмурно Дождь днем Теперь температура воздуха Плюс 14 Ночью плюс 11 В Знаурском районе Пасмурно Днем пройдет дождь Днем плюс 17 Ночью плюс 13 В городе Квайса А переменная облачность Днем плюс 19 градусов тепла Ночью плюс 13 В Ленингорском районе Южной Осетии Облачно Дождь во второй половине дня Днем плюс 18 Ночью плюс 14 В столице республики В Схинвале Пасмурно Также ожидается дождь Днем температура воздуха прогреется До плюс 20 градусов тепла Ночью плюс 15 На этом наш выпуск Подошел к концу В 20.30 с новостями Вас познакомит Ирина Габараева А я прощаюсь с вами Всего доброго С 15 по 30 октября К вам домой придет переписчик Проверьте его документы И удостоверения Ответьте на вопросы Переписного листа У вас есть возможность Сделать жизнь лучше Ведь участвуя в переписи Вы помогаете планировать Будущее всей страны Примите участие в переписи Это важно Примите участие в переписи Примите на вопросы Поblesй Субтитры делал DimaTorzok Примите участие в переписи